Бисмиляхи рахмани рахим Мы, мусульмане, стараемся более пристально взглянуть на свою духовную жизнь, на свое состояние духовное Распознать те грехи, которые у нас рождаются, избавиться от них Сам пост служит, с одной стороны, испытанием мужества, чтобы ради Аллаха терпеть невзгоды С другой стороны, является и средством для самосовершенствования И все это предназначено для того, чтобы совершать как можно больше добрых дел и иметь добрые помыслы Только в этом случае телесный пост будет легче переноситься То есть не будет нарушений каких-то в нашем организме, именно тогда, когда существо наше все пронизано добром Если оно не будет пронизано добром, нуром, барракятом То тогда и пост этот будет очень тяжелым для человека и может привести к каким-то негативным последствиям Поэтому молитва и доброделание это обязательные условия воздержания и телесного тоже Этот прошедший год был для нас важным в духовном плане Мы представляем в России центр высоты и умеренности созидания Который уже работает несколько лет И несколько лет этих мы тесно работаем с издательством Хилиал Которое создано по благословению досточтимого шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа Первое, с чем мы начали работу, это с распространения его книги Я лично эту книгу редактировал и вижу в этом милость Всевышнего Аллаха Что она мне очень много дала А это бесценное пособие, можно сказать, энциклопедия По тому, как мусульманин должен придерживаться золотой середины Меры во всем молитве, в работе, в посте, в семейных отношениях и так далее То есть это бесценный источник информации Причем сразу с долилами То есть сразу приводятся аргументы из Достохвайного Корана И из благородной сунны нашего пророка Славаху, алейхи вассалам В России теперь уже хорошо известна и книжная серия Хадисы и жизнь Написанная досточтимым шейхом Мухаммад Садыком Я хотел бы особое внимание всех обратить на первую книгу Из этой серии Введение Потому что именно во введении Приводятся методы толкования хадисами Это их вообще понимание даже Потому что те нехорошие люди Которые спекулируют на нашей религии И пытаются пропагандировать какие-то радикальные идеи Чуждые исламу Они как правило Занимаются таким наперсточничеством с хадисами То есть вот говорят Вот ты должен идти и военный джихад делать Почему? А вот тебе хадис Надо там вот джихад Там то-то-то Когда есть немало хадисов на эту тему А что это за хадис? Он вообще об этом или не об этом? Ну всем ли нужно? В каких случаях нужно это его делать? Все же это нужно знать А человек этого не знает Поэтому очень важно Чтобы вообще изучать хадисы Чтобы знать немножко науку хадисовидения Ну в целом наука это очень большая Это для ученых Но вот именно Уже такое краткое изложение Понятное каждому мусульманину Оно необходимо для всех И вот с точтимой шейх Мухаммад Садах Мухаммад Юсах Он эту очень благородную и важную работу провел И написал в видении Вот всей этой серии хадисов В котором эти все принципы и методы изложены Ну и другие книги Мы также распространяем Работы с издательством Хилиал Открытое послание издали Шейха Мухаммада Садыка И религия Насиха И другие, значит, книги Посвященные богословской критике Вот этих радикальных извращений ислама Типа как в ИГИЛ или там в Хизбух Тахрир Наследие шейха очень большое И милость Аллаха Что он был с нами Что мы были с ним знакомы И лично его наставления Слышали по многим вопросам И теперь он живет с нами В своих книгах И получается За каждую книгу За каждую душу Которая эту книгу прочитает Саваб Всевышнего Аллаха Вот И мы молим Чтобы Всевышний принял его Свои райские седения И шала Так и будет Вот В пост В Рамадан Особенно важно Как раз еще и читать Такую литературу Потому что Ум должен быть Постоянно чем-то занят Зикр Это ведь не только чтение Корана И не только Произнесение Вот одной Там какой-то Второй или третьей Конкретной молитвы Зикр Это вообще Поминание Аллаха И когда мы Читаем Вот такую Полезную литературу Которая Облагораживает Нашу душу Мы тем самым Тоже делаем Зикр Тем более что Аллаха И мы постоянно И в процессе чтения Этих книг Тоже постоянно Поминаем Вот Поэтому Это один из видов Зикра И причем Из лучших видов Потому что Благородный пророк Салавах Алейхи Вассалам Говорил Что Аллах Поднимает Те Кто Приобретает Знания На высокие Ступени Вот И В достохвальном Коране И в Сунне О роли знаний Сказано Очень много Да Есть даже Сравнение Что Насколько Получение знаний Важнее Даже чем Человек Всю ночь Например Молитвы читал Вот Поэтому Чтение Вот таких Книг Которые Оставил нам Шейх Мухаммад Садак Мухаммад Юсов Это тоже Очень Полезное Занятие Священный Месяц Рамадан В особенности Вот Я хотел бы Поздравить Всех Своих Братьев И Сестер В исламе С наступлением Этого Праздничного Этого Радостного Месяца Которым Мы радуемся Тому Что И душа Наша Очищается И плоть Наша Тоже На самом деле Очищается И Облагораживается Вот И Иншалла Мы проведем Этот месяц Достойно И Получим Вознаграждение Всевышнего Вот Так что Поздравляю вас И Желаю Баракята И Нура От Аллаха Всевышнего Продолжение следует... Продолжение следует...